Впервые севастопольские спортсмены поучаствовали в Международном кубке содружеств по радиопеленгации, который проходил в Минске. И сразу с успехом. 14 охотников на лист из Севастопольской станции юных техников достойно представили Россию, завоевав 6 призовых мест в личном зачёте и 25 в командном. Всего в соревнованиях приняли участие более 170 представителей четырёх дружественных стран. Международные соревнования, насколько я помню, последние четыре года точно не проводились. Чемпионаты Европы проводились, Россия ездила, а чемпионаты мира проводятся. Россия ездит, когда можно, когда мы понимаем, что безопасно. А именно международные, так как сейчас нас нигде не ждут, сделали вот такой вот именно для дружественных стран. И мне кажется, это очень здорово, потому что выезжать куда-то надо. И это огромная практика и большой опыт для ребят. Спортивная радиопеленгация является одним из технических и военно-прикладных видов спорта. Здесь очень важна внимательность. Главная задача – быстрее всех найти радиопередатчики в лесу, которые раз в минуту передают сигналы азбуки Морзе. После спортсмен отмечает лесу на карточке и стремится к финишу. Лисы, потому что прячут эти передатчики на дальность определенную, километр друг от друга и больше. Вот на соревнованиях сейчас на Кубке Содружества в Минске, лисы были спрятаны даже два с половиной километра. Ребята такой большой перегон бежали, они не ожидали. Прибегают, говорят, ну все, я это, а оп, он призер. Я говорю, молодцы, если трудно всем, то и трудно тебе. Поэтому бороться надо до конца. За несколько минут радиопеленгисты пробегают более 10 километров, чтобы найти передатчик. Лиса издает особый звук. Чем он громче, тем ближе к точке находится спортсмен. Ксения Цубарева занимается спортивной радиопеленгацией 4 года. На международных соревнованиях Кубок Содружеств девушка заняла второе место. Ксения призналась, стать призером было непросто. Я что-либо могла, что-либо силы, которые у меня оставались, побежала на финишный бакен, взяла финишный бакен. На финиш надо было бежать в горку. Я уже не могла, я чуть ли не задыхалась, бежала на этот финиш, отметилась. И потом стояла минут 20, нервничала, думала, какое место я займу. Вероника Трофимова привезла в Севастополь из Минска первое место. Перед Кубком Содружеств спортсменка одержала победу на первенстве России по радиопеленгации. В этот день, когда заняла первое место, я довольно хорошо пробежала, нашла все лисы хорошо. Ну, там чуть-чуть неправильно одну взяла, но все хорошо было, и я в итоге заняла первое место. Я очень переживала, потому что меня могли сдвинуть. Я выбегала самая первая и прибежала самая первая. Я боялась, что меня сдвинут, я очень сильно переживала. А когда у меня уже первое место было, я очень сильно обрадовалась. В секции радиопеленгации Севастопольской станции юных техников ребят учат читать топографические карты и работать с компасом, чтобы на случай перебоя в связи они могли выйти на финиш, зная аварийный азимут. Кроме того, радиопеленгация развивает физическую подготовку. В первую очередь это развивает выносливость, потому что у нас общая физическая подготовка идет. Они делают специальные упражнения, бегают кроссы и так далее. Далее мы изучаем сигналы азбуки Морзе, рассказываем им точки тире. Это им, во-первых, нужно для того, чтобы они различали в наушниках сигнал нужный, который им нужно взять. А также в будущем, зная сигналы азбуки Морзе, они могут быть радистами и идти работать в воинские части. Записать в секцию радиопеленгации Севастопольской станции юных техников можно ребенка старше 7 лет по телефону. Плюс 7, 86, 92, 48, 70, 95. Жанна Тарасова, Юрий Реутин, Севинформбюро. Жанна Тарасова, Юрий Реутин, Севинформбюро. Продолжение следует...